Сегодня глава республики успел познакомиться с работой трех чебоксарских предприятий. Причем это знакомство было далеко не бегло. Михаил Игнатьев осматривал производство, раздавал поручения городским властям и отвечал на вопросы работников. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Если раньше здесь ремонтировали машины и дорожную технику, то сейчас завод полностью зависит только от заказов крупных автопромов. В цехах этого предприятия производят запасные части для грузовиков марки «ГАЗ». В народе их называют попросту газонами. Из Чебоксар в Нижегородскую область отправляют лонжероны, капоты, панели и двери. Но главе республики объясняют, что здесь возможно выпускать и другие детали самых разных размеров и форм. В ближайшие годы на заводе «ГАЗ» планируют модифицировать многие модели машин. Это скажется и на работе Чебоксарского завода. Количество заказов должно увеличиться. Правда, сейчас необходимо решить проблему с кадрами. На предприятии делают ставку на студентов МАДИ. Причем для них здесь готовы открыть и учебные места. После сегодняшнего посвящения дадю ей соответствующее поручение, поставлю задачу, чтобы они студентов сюда привозили. Это как раз практика на производстве. Этот завод тоже зависит только от крупных заказов. Его работники одевают и обувают сотрудников силовых структур. В этих цехах шьют форму для спасателей, пожарных и военных. Спецодежду из Чебоксар отправляют даже в районы Крайнего Севера. Куртки, сапоги и перчатки испытывают не только на прочность. Они должны выдерживать и аномальные морозы. Изготавливается из термостойких тканей, многослойный пакет. У нас изготавливается двух видов. Тип Х, это для северных регионов, температура до минус 50 выдерживает. А в этом цеху возможно работать только в защитных масках. Такие меры предосторожности соблюдают из-за неприятного запаха. Именно здесь шьют специальные термостойкие костюмы. Пожарным без них невозможно обойтись. Вообще, говорят, на предприятии количество заказов от силовых структур заметно увеличилось. И, по всей видимости, меньше их не станет. Итоги первого полугодия говорят сами за себя. Объем отгруженной продукции здесь превысил 120 миллионов рублей. Глава республики отметил, что подобные заводы всегда будут обеспечены работой. Продаете в основном за пределы Чувашской республики. Продукция качественная, и это очень хорошо. Грядущие праздничные даты обеспечат работой и этот завод. На протяжении 13 лет здесь создают архитектурные памятники и реконструируют здания социальных объектов. Плоды их труда долговечны. Декоративные элементы делают только из прочного природного камня. В Чебоксарах строительная фирма реализовала крупные проекты по реставрации музеев, вокзалов и корпусов университета. Но спросом их услуги пользуются и в соседних регионах. На рынке вы уже себя показали, на потребительском рынке. И для крупного бизнеса, и для семьи, для любого человека. Кто хочет заказать, могут заказать и получить качественный товар. Но глава республики во время этой поездки по заводам успевал и отвечать на вопросы работников. Кто-то жаловался на работу общественного транспорта, а кто-то на недостаток ливневок на улицах Чебоксара. Подождливую погоду по дороге на работу приходится ходить по пояс в воде. Глава города пообещал, что эта проблема решится в ближайшие годы. Необходимо принимать целую программу. Мы посчитали, миллиардов 5-6 нужно в городу, чтобы это сделать по всему городу Ливневки. Серьезная проблема. Наверное, пристанционные специалисты, проектанты займутся, посмотрят. Помощники Михаила Игнатьева после этой поездки получили целый список поручений. Теперь проблемы работников взяты на карандаш, и возможно, что решить их получится в ближайшее время. Вообще, подобные встречи с главой региона не раз приносили пользу. Дмитрий Ковалев и Сергей Лябчиков. Республика.